всем привет сегодня все-таки расскажу я вам о том как можно откалибрировать свой мониторчик это очень важно не только для тех кто мангой занимается черно-белое читит но а также тем кто занимается фотографией какой-нибудь компьютерной графикой там векторная графика или просто иллюстрации какие-то рисуете просто если у вас будет не откалибрированный монитор вы дома допустим сделайте картинку в таких вот цветах перетачьте со сфлешкой или там перекиньте по интернету в другом в другое место или допустим клиенту даже передадите клиент откроет это у себя и увидит то что как бы цвета совсем другие не такие яркие не такие насыщенные как у вас допустим были или вообще какие-то там более желтого оттенка у вас более более желтый оттенок у вас там присутствует в общем так липовка экрана она важна для тех кто работает с графикой на компьютере вообще есть такой приборчик называется калибратор выглядит он примерно вот таким вот образом то есть это пара у них разные это самое виды как они выглядят чаще всего такой треугольник это штукенция непонятно вали такие тоже формочки это штучка подключается в юсб и ваш компьютер вы просто-напросто решите он вас на мониторчик кликаете в программки специальные там дальше дальше и он этот самый приборчик считывает свет цвет вашего монитора и делает такие настройки какие нужно то есть от вас в принципе ничего толком не нужно делать вообще вы ничего толком делать не должны приборчик все делать за вас единственный милость этого приборчика то что он стоит очень много денежек вот допустим я нашла какой-то вариант 8000 такой самый может дешевенький вариант да есть там за 20 тысяч из за 120 тысяч на общем такое удовольствие не из дешевеньких есть фирмы которые дают на пока такие приборчики если в большом городе живете то что ну там скорее всего есть такие найдет такие фирмы где можно этот калибратор взять на прокат также есть еще куча то самое таких как бы людей которые занимаются фотографии какой-то может быть клуб фотографии что там духе вы можете пойти к ним и спросить это самое ребята это самое мне как бы нужно откалибровать свой мониторчик можно я вас одолжу этот приборчик то есть у вас какие-то такие знакомые есть которые занимаются фотографиями наверняка они тоже вот эти вот штукой занимаются откалибрировать ваш монитор нужно всего лишь буквально один раз там не знаю в год максимум может чаще всего это бывает раз в полгода калибрируют но это тоже на самом деле калибрируют чаще более старые мониторы потому что у них лампочки быстрее это выгорают ну там не лампочки вот эти вот диоды как они называются ну да диоды в общем у них эта самая матрица она быстрее выгорает у старых мониторов и поэтому надо было калибровать почаще чем новенькие мониторчики что еще можно конечно откалибровать вручную я в предыдущее видео показывала что какие там что есть такие сайты где есть различные тесты для калибровки экрана да можете по этим тестиком пройтись и попробовать вручную откалибровать свой мониторчик тем что вы просто-напросто на мониторе кнопочки свои нажимаете, и там яркость, контрастность уменьшаете, цветовую гамму тоже можете поменять немножко, ну, чтобы у вас вот эти тестовые картинки, чтобы они отображались у вас правильно. Вручную калибровать экран, конечно же, более запарно, потому что вы точно, 100% не знаете, какой должен быть оттенок в результате получиться. Даже если вы распечатаете контрольный листок на принтере, всегда есть вариант, что у вас в принтере краски какие-то там не те смешались, да, и получается, что вы будете с неправильным контрольным образцом сравнивать свой мониторчик, и у вас будут не те, опять-таки, цвета в результате получатся. Но всё равно попытаться стоит. Что ещё хотел сказать? Да, то, что калибровать можно всё-таки не каждый монитор, ну, хорошо поддаётся калибровке не каждый монитор, особенно это касается мониторов, которые, знаете, вот, допустим, вот я смотрю на него прямо, и картинка у меня вот такого цвета. Если я посмотрю, допустим, сбоку или снизу на этот мониторчик, то у меня картинка будет, то ли темнее остановиться, то ли вообще какие-то цвета полностью искажаться. Вот такие матрицы, ну, такие матрицы мониторов, они калибрируются гораздо хуже, и даже такой приборчик, который вы сейчас видите у вас на экране, даже он, ему сложновато с такими штуками справиться. И напоследок, скажу сказать, что заниматься вот этой вот калибровкой всё-таки стоит людям тем, кто реально занимается вот этими вот фотографиями и т.д. и т.д. и причём они вот эти фотографии, свои изображения впоследствии будут отправлять на печать. Те, кто собираются выставлять свои работы только в интернете, ну и в принципе... Ну, дело в том, что большинство людей, которые будут смотреть на вашу картинку, они будут смотреть на вашу картинку не с вашего супер-пупер откалибрированного мониторчика, а со своих мониторчиков, с телефончиков, с планшетиков каких-то там неизвестных китайских производителей и с тех же самых мониторов. Там у многих мониторов старенький, у многих мониторы новенькие, а новенькие мониторы тоже частенько бывает. вы покупаете монитор, чисто потому, что там такая сочная картинка, ну вот в магазине видели, что там сочная картинка, на самом деле она такая сочная, потому что они там яркость прибавляют побольше, чтобы она красивее, так сказать, ярче выглядела. И вот эта вот яркость большая, она цвета искажает, да, и те, кто покупает новые мониторчики, они не знают, что там яркость надо немножко уменьшить и смотрят на все картинки опять-таки в искаженных цветах. Для перевода манги, в принципе, достаточно будет, если вы вручную попытаетесь настроить яркость и контрастность так, чтобы вы видели все наши серые оттенки и люди, которых все-таки монитор настроен хорошо, чтобы они не видели всей этой грязи на сканах. Так что да, просто-напросто не сильно фанатеть от этой калибровки, просто сделайте так, чтобы вот этой грязи не было видно. Ну, чтобы вы, наоборот, чтобы вы видели эту грязь, чтобы вы могли эту грязь потом почистить. Все, на этом все. Спасибо за внимание. Всем счастливо.